Всем привет на канале Мехо. Просматривая комментарии под своим последним видео, я очень сильно удивлен тому, что очень мало игроков хейтит игру Ash of Creation. Что нельзя сказать про Mail.ru, наверное каждый третий, ну самое минимальное это четвертый комментарий говорит о том, что они ненавидят Mail.ru, они не хотят играть с Mail.ru и возможно именно это является причиной того, что не так много хейта в отношении королевской битвы в ММО игре. Поскольку я сам очень сильно жду выхода игры Ash of Creation, то хочется разобрать, смогут ли Mail.ru помешать нам получать удовольствие от игры или же все наши опасения напрасны, они беспочвены и можно просто продолжать следить за ходом разработки и не париться по поводу локализаторов. Почему же такая огромная ненависть по отношению к Mail.ru? Да наверное не только к Mail.ru, а к другим локализаторам тоже. В первую очередь из-за того, что в этих играх огромное количество доната, то есть вы может сказать действительно побеждаете, если вы заплатите очень много. Но если выйти за границы Mail.ru или просто наших локализаторов, то мы увидим, что 99% нынешних игр, во-первых, имеют игровой магазин, где присутствуют какие-то pay to win вещи, а во-вторых, локализация тех же игр, которые мы играем в России, присутствует тот же самый донат. Где-то он дешевле, где-то он дороже, где-то его можно купить за игровую валюту, но по большому счету это все равно является тем же самым донатом. Теперь давайте посмотрим, где разрабатываются игры, которые локализуют у нас в России. У Mail.ru это ArcheAge и Revelation, соответственно Корея и Китай. У инновы Ла-2, Айон, Блэйден Сол, недавно Блэк Дезерт появился, а также в разработке идет Крауфул, это единственная западная игра из всех, которые есть сейчас у инновы. Остается корейская Терра у Дестани, а также Блэса и Карус, которые были или есть у 101XP. Есть еще несколько игр, которые особо они не на слуху, но тоже в основном разрабатываются либо в Китае, либо в Корее, возможно в Японии, такие как RPL, все-таки это по аниме сделано, но в любом случае все разрабатывается в основном на Востоке. Как мы видим, все или практически все игры являются фри-то-плей проектами, у них есть игровой магазин, предметы из которого вносят дикий дисбаланс в игровой процесс. Теперь давайте посмотрим на топовые ММО, которые разрабатывались или разрабатываются на Западе. Это World of Warcraft, это Guild Wars, это TESA, ну еще можно назвать часть, но в основном эти игры являются либо покупные игры, то есть один раз купили и можете играть в полное свое удовольствие, либо по подписке, где тоже в основном нет никакого игрового магазина, либо игровой магазин практически не дает никаких преимуществ. Сравнивая топовые западные и восточные проекты, можно с уверенностью сказать, что на Востоке Корея и Китай в первую очередь ориентированы на донат, то есть платите и вы получаете преимущество, тогда как на Западе стараются сделать игры более интересными с минимальным донатом. Короткое или длинное предисловие я закончил, теперь вспоминаем откуда разработчики Ash of Creation, они с Запада, если быть точнее из Америки, и одна из основных фишек игры это то, что в игре не будет никакого pay to win, вы не сможете, допустим, купить в игровом магазине предметы, которые хоть какой-то дают бонус вам в игре. То же самое касается продажи косметики за игровую валюту, вы не сможете купить, допустим, внешку и продать ее за игровую валюту, такой функции не будет, недавно Стивен подтвердил эту информацию. Я слушал до этого момента, вы сразу поднимаете руку или возникает у вас вопрос, что окей, ну вот это на Западе, да, там ребята играют без доната, но Mail.ru, вот они-то нам введут обязательно донат, и мы просто придется нам его покупать, чтобы выживать в этой игре. Как вообще быть в этой ситуации? На стримах я уже не знаю, сколько раз объяснял, как вообще работает донат в играх, кто его устанавливает и кто принимает окончательное решение, но, видимо, придется повторить отдельно, плюс еще ситуация с Age of Creation немножечко другая. Вы наверняка знаете, что версии, допустим, в Корее и версии у нас частенько отличаются. Они отличаются патчами, они отличаются обновлением, и они часто отличаются наполнением донатного магазина и другими особенностями. Так вот, в Age of Creation этого не будет. Стивен уже неоднократно говорил, что абсолютно все локализации будут развиваться одинаково. То есть вышло обновление здесь, одновременно с ним в одинаковый час, ну, может быть, не в одинаковый час, в одинаковый день выходит обновление в другом регионе и во всем мире в целом. Добавили предмет здесь, значит, во всем остальном мире тоже он будет добавлен. В одинаковый срок, в одинаковый день, чтобы не было никаких различий между версиями. Единственное исключение, которое может быть, это ивенты, связанные с региональными праздниками. У нас, допустим, есть какой-то праздник, который действительно очень важен для нас. Во всем остальном мире этого праздника нет. У нас, соответственно, будет ивент. Этот же ивент пройдет в другой стране, возможно, в другую дату. Это единственное возможное исключение, и то не факт. Теперь давайте проведем небольшую логическую цепочку. Предположим, что вдруг через год или через два Mail.ru, одни, единственные в нашем регионе, добавят какие-то донат-предметы, которые будут влиять на игровой баланс. Что получится правильно? Начнется хаос, начнется паника в других регионах, то есть во всем мире, где играют в эту игру. Потому что если добавили в Россию, вполне возможно, либо сейчас, либо в будущем добавят во всем остальном мире. А поскольку девиз игры без P2W, без доната, влияющий на игровой баланс, то, я думаю, вас поддержат не только русские игроки, но и американцы, англичане, французы, итальянцы и кто-то на востоке, кто там тоже будет играть. Еще один момент, который мы можем всегда использовать, возможно, вы о нем не подумали. Вот вы играете в Archeage. С кем вы общаетесь? Вы общаетесь с Mail.ru, вы общаетесь с представителем Mail.ru, то есть с комьюнити-менеджером. Вы играете в LAD-2. С кем вы общаетесь? Вы общаетесь с комьюнити-менеджером, представителем и новой. И они уже эту информацию передают разработчикам. Соответственно, с разработчиками связаться очень сложно. В Wish of Creation все в разы проще. Есть Discord разработчиков, где Стивен постоянно обсуждает какую-то информацию, разговаривает с народом, а Стивен является, ну, типа, самым главным. Есть еще контент-креаторы, которые практически имеют прямую связь с разработчиками. Я задаю вопрос, через полчаса или через час мне уже приходит какой-либо ответ, если надо что-то уточнить. То есть, если действительно что-то серьезное произойдет, например, там начнется какое-нибудь, не знаю, блокировка или воровство аккаунтов, какой-то дюб найден будет, какой-то pay-to-win предметы, какие-то pay-to-win предметы будут введены в игру без ведома разработчиков. Вы всегда можете не разговаривать с комьюнити-менеджером, не писать на форум Mail.ru, а просто зайти в Discord. И начать туда спамить. Мол, Рипа, типа, ребята, аларм, аларм, помогите, у нас проблема, да, игру убиваю, давайте что-нибудь делать. И поверьте, вам ответят буквально в течение там нескольких минут, если никто не будет спать. Поэтому пока особых проблем с Mail.ru я не наблюдаю. Теперь давайте разберем, почему вообще Mail.ru стали локализаторами в России и Европе, соответственно. Локализация это довольно геморрный процесс. Кроме того, что вам придется нанять большой штат сотрудников, которые будут заниматься локализацией, платить им, вам еще необходимо будет общаться, соответственно, с игроками на их языке, отвечать на их вопросы, техподдержку содержать, плюс еще решать какие-то юридические моменты, связанные с игрой. Поэтому зачастую проще договориться с локализатором, и они будут решать ваши проблемы. Например, если вы знаете, недавно те же самые Перлабусы заключили какой-то договор с ИНОВА, и теперь через ИНОВА можно заходить. Видимо, им намного проще именно иметь локализатор, хотя они отобрали локализацию геймнет. В общем, это их там какая-то внутренняя кухня. Просто как пример, да, вроде бы разработчики могли сами локализовывать игру у нас в России, но все равно заключили договор с ИНОВАЙ по какой-то причине. То есть первая причина это банальная разгрузка работы. Чтобы не уделять внимания локализации, а полностью сконцентрироваться на разработке игры, заключили договоры с Mail.ru. Вторая причина это то, что у Mail.ru есть компания, соответственно, и в России, и в Европе. То есть сразу она перекрывает два региона. Таких компаний в России, как я знаю, если не ошибаюсь, их две всего. Это Mail.ru и ИНОВАЙ. Так что выбор особо невелик, плюс у ИНОВАЙ и так довольно много проектов на данный момент, поэтому, видимо, выбор пал на Mail.ru. Хотя, может быть, Mail.ru были единственные кандидаты, кто способен был выполнить такую работу. То есть локализовывать игру сразу в двух регионах. Остается только, наверное, два вопроса. Это техподдержка и техническое состояние серверов. Насчет техподдержки я, честно говоря, всегда удивляюсь людям, когда они говорят, вот она отвратительная. Я всегда, когда пишу в техподдержку, я расписываю свою проблему, даю скриншоты, которые надо, и мне буквально за один день все это решается, все это делается, поэтому я никогда не сталкиваюсь с какими-то проблемами. Конечно, есть люди, которые у меня самого знакомые, которые залетают в техподдержку, и первое слово у него «Вы, пидорасы, почему я не могу зайти в игру?» И все, это весь его текст. Понятное дело, с такими людьми тяжело иметь дело и помочь ему каким-либо образом. Но если все нормально расписывать, я думаю, проблем особо никаких не будет с той же самой техподдержкой Mail.ru. Что касается железа, то Стивен здесь заверил, что он сам лично, ну, может быть, не знаю, его команда будет следить, чтобы железо стояло отвечающее всем нормам, всем стандартам, оно будет одинаковое во всех регионах, плюс они работают над дополнительными оборудованиями, не оборудованиями, а программами, которые будут еще больше уменьшать нагрузку на железо, чтобы меньше было лагов, чтобы действительно были доступны нам массовые PvP. И если лагает у нас в России, то все силы бросят на то, чтобы исправить эти лаги не только Mail.ru, но также Interpet Studio. И снова напоминаю, что если у нас лагает, а, допустим, в Европе или в Америке не лагает, то вы также можете написать в Discord, чтобы напомнить им, что, ребята, мы не просто так там находимся, мы тоже платим за эту игру, пожалуйста, почините у нас, потому что Mail.ru по какой-то причине не справляются. Подытожив, скажу, что я слежу за игрой практически с самого начала, и последнее, за что я переживаю, это за локализацию за Mail.ru. Ну, то есть, если начнется какая-то фигня у нас в России, то начнется такая фигня во всем мире, можно просто полностью положить болт на этот проект и просто в него не играть. То есть, я вообще не вижу никакой проблемы с Mail, если честно. У меня есть опасения по поводу того, смогут ли они реализовать все, насколько это будет все работать, смогут ли они избавиться от лагов, довести, не знаю, там, графику, анимацию до более-менее хорошего уровня, чтобы те, кто ценят эти моменты, да, не просто плевались, смотря в монитор. Да, здесь у меня опасений очень много. Но по поводу локализатора их практически нет. Я их не пытаюсь защищать, но я знаком с Mail.ru, начиная еще с ArcheAge, тогда это было просто первое нарушение, сразу в бану летают, теперь они нормально общаются, у них хорошая связь со всякими там блогерами, с людьми, они оперативно предоставляют информацию, устраивают различные конкурсы, и в целом они не пытаются как-то убить игру. А вот, допустим, та же самая инова постоянно, ну, у них просто яйца пропали, походу они боятся потерять игроков, из-за этого только еще больше теряют игроков, и мне они этим не нравятся. Ну, в любом случае, конечно, у каждого свое мнение. Моя задача была просто рассказать, как обстоят дела, и то, что, может быть, за другие проекты стоит переживать, потому что, в первую очередь, они там корейские, китайские, но за AcheSubCreation точно не стоит переживать, потому что вы всегда можете настучать по голове самим разработчикам, вместо того, чтобы стучать по голове Mail.ru. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, еще будет очень много видео по AcheSubCreation, поставьте лайк, если понравилось, всем пока!